21 марта – Международный день кукольника. Сегодня наши журналисты побывали за кулисами Театра кукол. Его работники говорят, театр – это не просто озвучивание кукол кукловодами, это интерактивное взаимодействие со зрителями и нелёгкий труд творческого коллектива, который стремится воспитать у детей чувство доброты. Для маленьких зрителей Театр кукол – всегда праздник. Они переживают за героев пьесы, радуются и смеются. А как рождается кукла? Об этом нам рассказали работники Запорожского областного театра кукол. Сначала художник рисует эскиз, делает чертёж, по которому скульптор изготовит модель из пластилина. Затем делает соснова из папье-маше. Для того, чтобы у куклы открывались глазки и рот, над ней колдуют механики. Когда делаешь куклу, нужно, прежде всего, смотреть внимательно то, что изобразил художник. А потом влаживаешь свою душу, чтобы кукла жила, чтобы она двигалась нормально, чтобы дети видели, что она живая. Если вы не хотите обидеть работника Театр кукол, никогда не говорите «кукольный театр», ведь это значит «не настоящий», а здесь всё по-настоящему. В том числе декорации и предметы, которыми пользуются куклы. Их, используя пенопласт, папье-маше и другие материалы, делают бутафоры. Каждая деталь, от костюма до прически куклы, музыкальное и световое сопровождение – это коллективное творчество. Нет такого, что я сделал, передал дальше. Кто-то помогает. Все мы стараемся, все мы любим свою работу, стремимся к званию академического театра. После того, как художник раскрасит лицо, а костюмер оденет куклу, с ней начинает работать актёр. Тут необходимо особое мастерство. Если очень большая, конечно, что очень сложно, потому что это идёт… Нужно смотреть впереди, быть куклой и видеть, ручки, трости, левая рука делает движение, оживляет ручки, а правая – уже походку и полностью кукла. При этом актёру надо говорить текст, нажимать механизмы, открывающие рот и глаза куклы. В этом помещении куклы отдыхают между спектаклями. Возможно, в тишине и темноте они рассказывают друг другу свои истории, а может, мечтают об аплодисментах маленьких зрителей. Театр кукол призван для того, чтобы в детях воспитывать доброту и терпимость друг к другу, и любовь. Поэтому приходите в театр кукол.